Всем привет, ребят! Вот так выглядит моя кожа в день, когда я собираюсь пойти к термотологу. И я вот не знаю, у меня есть проблемы, я не понимаю, у меня красится или нет. Ну, как бы я хочу накраситься, чтобы там сторики снимать всякие, там, ну, сами понимаете, у меня накрашены намного комфортнее жить. Кто-то напишет, ай, должно быть комфортно и не накрашено. Конечно, мы хорошие, конечно, мы из крепежей умные. Должно быть. Но не с прыщами же ходить. Короче, кто-то пишет, типа, ой, блин, ну ты можешь просто не обращать на это внимания. Просто забей, всем пофиг. Вот как только ты перестанешь на это обращать внимание, у тебя сразу всё пройдёт. Огонь! Просто огонь! Так, я всё-таки решила накраситься, потому что так не хочу ехать. Сегодня день, которого я очень долго ждала. Прям пипец. Волнуюсь. Ну нет уж, не волнуюсь, просто мне безумно интересно, помогут ли мне, понимаете? Я уже у стольких врачей была, что, блин, мне там должны назначить анализы. И это хорошо. Единственное, что меня не радует, то что они очень далеко находятся. Очень интересно, поскольку я рассчитываю, что там очень крутые врачи, а не такие, к которым я ходила, которые такие, типа, посмотрели, а, ну мази вам надо, сейчас мы две мази вам выпишем, всё понятно. Ну, типа, вот такие, знаете, я всё-таки в этот раз буду ещё больше вопросов задавать врачу, всякое спрашивать, и потом вам уже расскажу, что я думаю про этого врача. Я буду максимально откровенно с вами, и если мне не понравится или мне скажут какую-то чепуху опять, типа, блин, откажись от молока. Во-первых, я пью безлактозное молоко, вот, а ещё у меня часики на руке. Не знаю, заметили вы или нет. Я, короче, хочу считать, сколько я хожу, потому что это просто шок. Мне кажется, я вообще километров день не прохожу. Вот, ребята, я начала снимать тиктоки. Очень много всяких классных тиктоков сняла, поэтому зайдите, обязательно посмотрите, пишитесь, поставьте лайки. Рассказываю про сериалы. Мы со Славой посмотрели «Призраки дома на холме». Нам этот сериал очень понравился. Это, получается, первый сезон этого сериала. Он нам очень понравился, всё вообще прям, ну, прикольно, идея, вообще задумка классная и грустная, и интересная, и волнительная. И, понятное дело, мы очень волновались, но хотелось узнать, есть ли второй сезон этого сериала. И оказалось, что есть второй сезон этого сериала, но он уже как бы совсем другая история. Там призраки не дома на холме, а призраки поместья Блай. И мы такие «Вай, как интересно, давай смотреть». Мы со Славой чуть не уснули всё время, сколько мы смотрели второй сезон. Настолько нам вообще не вкатывал он вот эта вот история про это поместье. И только последние, там, три, наверное, две серии мы уже вот прям вот так вот сидели и смотрели. А всё остальное время мы просто валялись в телефонах, я очистила телефон. Ну, типа, знаете, на фоне что-то играет. Короче, прям поразительно. Не, ну, может, кому-то больше зайдёт или зашло, кто смотрел, не знаю, напишите. А сейчас мы включили сериал «Дивный новый мир», тоже очень необычный. Там очень много 18+, так называемых. Там очень много постельных сцен. Этот сериал о том, что есть какой-то New London, типа новый Лондон. И там все люди такие идеальные, классные. Они все делятся там на классы, альфа, бета, гаммы. Типа, альфы это самые крутые, они там, короче, думают о будущем человечества. Бета просто, типа, ходят на тусовки и ублажают этих альф. Ну, короче, какая-то такая история. Вот, гамма, это я не знаю, кто они там, чем занимаются. По-моему, они как рабочий персонал там выступают. Короче, типа, у людей там, ну, люди делятся на классы с самого рождения, получается. Типа, нет такого, что ты как-то по карьерной лестнице поднялся. Такого нет там. И они, короче, получается, отгородились какой-то стеной от всего остального мира. У них нет ни грусти, ни печали. У них все для всех. Типа, там вообще нет никакой моногамии. Поэтому там каждый день все со всеми. Вот такая там история. Ну, я, конечно, смотрю, и я такая, ужас, космарь. Ты же только что была с одним, а уже с другим. Ну, вот, актеры, в принципе, там норм. Ну, как бы, есть бесячие, которые меня бесят своими мордами. Ну, в целом норм. Бибочка так мило там споет. Увидела, мама? Хитрый друг. Зайтик! Чего мой маленький? Хороший! Так, сегодня я встала раньше тем обычным. В общем, я решила, что хочу отслеживать, сколько шагов, километров я прошла за день. И это не для того, чтобы худеть, а просто я хочу мотивировать себя не сидеть на одном месте и постоянно находиться в движении. Тем более, что я могу еще смотреть, сколько калорий я сжигаю. И также для меня очень важным таким моментом стало то, что я могу видеть свой пульс. Я вам рассказывала, что у меня иногда бывают перепады давления, что у меня очень часто бывает болит голова, у меня очень часто пониженное давление. Все, что я вам рассказала, я говорила про умные часы от ZTE, которые я ношу сегодня весь день. У этих часов много полезных функций. Если охота заняться спортом, то можно выбрать режим тренировок, можно управлять камерой телефона, управлять плеером телефона и еще прикольно отслеживать фазы сна. Это вообще очень интересно оказалось, учитывая мой режим жизни. Я бы хотела разыграть такие часы среди своих подписчиков, потому что я представляю, насколько много людей хотели бы следить за своим сном, тренировками и знать, сколько километров шагов вы в день ходите и сколько при этом сжигаете калорий. Поэтому я решила устроить конкурс и условия очень простые. Просто внизу в комментариях напишите, почему эти часы должны достаться именно вам и для чего особенно сильно они вам нужны. Например, мне просто весело и интересно наблюдать, сколько шагов я прошла в день. Ну и на самом деле очень-очень полезным для меня оказалось следить за моим сном. Вы знаете, что за ним надо очень серьезно следить. И обязательно оставьте свой никнейм в инстаграм, потому что именно там я буду с вами связываться. Ну и подпишитесь на меня в инстаграм. А результаты конкурса на вот такие часы я объявлю уже через два дня после выхода этого видео. Если вдруг вы не победите в конкурсе, а эти часы вам очень запали в душу, то вы можете спокойно их приобрести в магазине связной. Они очень помогают повседневной жизни. И несмотря на то, что это последняя модель, они стоят всего 2 990 рублей. Так что скорее переходите по ссылке в описании. Я оставила ссылку на часы и оставила ссылку на ZTE ВКонтакте. Подпишитесь. Так, вот такой вот у меня лук. Ну, обычный. Без всякого там. Ну, обычный сумкотер. На самом деле я заметила, что сумку я ношу редко. В том плане, что мне не хочется носить ее каждый день, знаете, там, блин, за продуктами ходить, мусор выкидывать. Ну, как бы это вред. Так, не успела я как-то сильно отъехать от дома. Я уже встала в пробку. Сейчас мне показывают ехать 50 минут 17 километров. Ура. Недавно думала о том, что следующий год мой. Мой год быка. Интересно. Произойдет что-то классное в этом году в моем. Надеюсь, что да. А еще я не успею заехать. Не успела заехать в свой МАК. На районе. Ну, он мне просто не по пути. Мне пришлось бы делать такой кружочек конкретный. В автомаг, я имею в виду. Поэтому, ну, как бы голодная еду. Но я посмотрела, там около клиники есть Макдональдс. Прям совсем рядом. Поэтому, наверное, если я успею до, то зайду до. Заеду. Если не успею, то уже после. Потому что я приеду... Ну, не, наверное, я не успею. У меня будет... Я приеду как раз без пятнадцати. Как мне надо быть там? Пятнадцать минут чисто в машине подождать. Так интересно. Что же мне скажут? Кстати, по поводу лазерной шлифовки. Я же писала, что я бы очень хотела ее сделать. Потому что мне кажется, что у меня сразу станет хорошая кожа. И все такое. Кто-то написал, что, типа, лучше делать пилинги. Кстати, я никогда не делала нормальные пилинги. Вот такие прям как надо. Я думаю, что реально надо попробовать. Но в любом случае я пообщаюсь с врачом. Узнаю, что там они думают. Что лучше. Что мне поможет. Расскажу про мази, которые меня выписывали. Короче, все расскажу. Ну, грубо говоря, приду. Скажу, что всю жизнь у меня пресси. Вот такие как на лбу. Только раньше у меня их не было на подворотке. А потом, в 19 лет, я пришла к гинекологу. Говорю, противозачаточные мне выпишите. Хочу попробовать, как это с ними жить. А у меня тогда все равно были прыщи. И я думала, как раз, что, ну, как бы и контрацепция какая-то, и прыщей не будет. Потому что многие же говорят, что противозачаточные как раз-таки часто выписывают. Ну, они типа как гормональные. И очень часто их выписывают как раз от прыщей. Я думала, что сейчас вообще такой джекпот сорву. И контрацепция. И прыщей не будет. И вообще кайф. А в итоге я их начала пить. И вот не поверите, клянусь вам просто, клянусь. Вот как только я их начала пить, у меня вылезли прыщи на подбородке. И я их пила где-то год. Я не знаю, нахрена я их пила целый год. Ну, сколько я их уже? Давно я их не пью уже. В 19... Ну, с 19 до 20 я их пила. С 20 до 21 я их уже не пила. Ну, и сейчас, понятное дело, я их не пью. Ой, что это? Я их уже 2 года... Почти 3 года не пью. Точно! Охренеть! Время так быстро летит. Ну, короче, это я к чему вообще все клоню? Что у меня прыщи на подбородке вылезли из-за этих противозачаточных. И мне не совсем понятно, как работает медицина в этой жизни, в моей жизни. Потому что это типа, знаете... Короче, мне только хуже сделали. Вот и все. Только хуже. Поэтому я всегда всем про эти противозачаточные говорю. Вот, что угодно другое попробую, не рекомендую. Потому что, ну, как это так? Почему кому-то помогает, а кому-то нет? И как угадать? Ну, ладно, я надеюсь, что все-таки мне как-то помогут вылечить все это дело. Ну и все. Потом чего я только не пробовала, грубо говоря. Это такое видео, знаете, как интервью на каком-то канале, где типа прыщи, люди с прыщами, их история. Чего я только не пробовала. Кто-то написал, типа, то, что Юля, без прыщей ты будешь слишком идеально. Да, я с вами согласна. Мне кажется, это будет слишком. Я, конечно, дико поржу, если все это из-за того, что, ну, что придумать, не знаю, из-за молока показывается мне всю жизнь нельзя было ничего молочного. Поэтому у меня прыщи. Я не знаю, как я смогу отказаться от молока, даже без лактозного, в кофе. Я обожаю кофе, хотя мне кажется, это вредно. Мои какие-то панические атаки, может быть, даже были спровоцированы кофе. Но я думаю, что нельзя этого. Просто странно, у меня в жизни столько всего уже бывало. Знаете, из-за чего могло бы быть такое состояние? Столько нервов, там, мне трепали, и просто столько каких-то жизненных ситуаций, нервных, волнительных. Намного больше волнительных, чтобы вот как-то у меня какой-то, типа, срыв был. Какое-то, я не знаю, состояние такое. Но в итоге все было норм. Да, ну, понервничала, все ок. А тут просто ни с того, ни с сего. Типа, у меня не было какого-то сильного нервника вообще. Я, по сути, даже не нервничала вообще вот за то время, да. И у меня почему-то начались вот эти атаки панические, я не знаю. Я, на самом деле, до сих пор не уверена, были ли это панические атаки. И не могу сказать, что это был невроз. Потому что у меня был невроз. И когда у меня был невроз, это было раз в три в моей жизни. И каждый раз это было на разное время, количество времени, дней там. Я помню, самый большой мой долгий, длительный невроз был 10 дней где-то. Это было как раз тот момент, когда я познакомилась со Славой. Это было после того, как я упала на стекла в его клипе. И вот тогда 10 дней у меня был какой-то невроз. Ну, тогда я еще с парнем рассталась и начала встречаться с другим парнем. Я думаю, что у меня просто был какой-то всплеск эмоциональный. Ну, во-первых, я думала, что я могу умереть. Вот, я же тогда похудела на 7 килограмм. Я помню, я такая худая была. Ужас, просто ужас. Ну, я сейчас очень худая. Что, я вообще 50 килограмм вешу? А рост у меня... Я, на самом деле, до сих пор не уверена в своем росте. Я всегда всем говорю 168. И когда у меня был невроз, я есть ничего не могла. Меня тошнило постоянно от еды, тошнило, от всего тошнило. Самое главное, что у меня больше нет этого состояния ужасного. Когда вроде все ок, а потом в какой-то момент ты начинаешь волноваться. И прям, вот я помню это состояние, такой мерзкий ужас. Я ехала тогда на дачу еще, помню. У меня очень сильное такое состояние было, неприятное. У меня лицо все вниз вот так вот опускается. Знаете, как будто бы я сейчас просто, не знаю, меня будет рвать. Тошнит. Ну, я даже не знаю, это ужасно на самом деле. Это очень неприятно, очень страшное состояние. Когда ты начинаешь дышать. Вот я даже не хочу вспоминать. Знаете, я когда вот об этом вспоминаю, у меня прям нехорошо становится. Причем сердце типа не болит, ничего не болит. Но просто такое состояние, как будто бы ты сейчас умрешь. Вот, и получается мне вот прописали таблетки. Я рассказывала, кто-то у меня спрашивал, типа, Юля, что тебе помогло от твоих вот этих панических атак? Или что там это было, не знаю. Мне вот врач как раз выписал аторакс таблетки. Но как бы сразу хочу сказать. Во-первых, насколько я знаю, они чисто по рецепту. Типа, просто так их не купишь. Во-вторых, пока вам не скажут, не назначат что-то конкретное врач, чтобы вы, ну, как бы не бежали, не пытались это где-то купить. Там, я не знаю, еще что-то. Я ходила к неврологу, кстати. Кому интересно, кто мне как бы таблетки эти прописал. Если вам как-то плохо. Вообще, знаете, лучше не мучайте себя. Не находитесь в этом состоянии. Не думайте о том, что, ну, ладно, само пройдет. Вот, на самом деле, ужасное состояние. И я просто помню, что когда у меня только началось это состояние, я поняла сразу, что я не хочу жить в этом состоянии. Мне было ужасно плохо. Ну и, короче, просто пипец как интересно. Я думаю, наверняка мне назначат какие-то чистки. Чистки лица, прыщи мне подавят. Я, на самом деле, максимально плохо отношусь к чисткам. Объясню почему. Понятное дело, что как бы сама себе подавить это, мгм, кайф. Но вот, чтобы кто-то мне что-то там делал, я это не люблю. Знаете, почему не люблю? Потому что обычно каждый раз после чистки у меня намного хуже все становилось. У меня вылезало еще больше всякой фигни. У меня вообще какие-то лютые болячки появлялись, которые не проходили просто годами. Ну, ладно, не годами, но я это к тому, что настолько я как бы плохо отношусь к чистке лица. Но я думаю, что... Ну, нет, понятное дело, если врач скажет, вот, сегодня, которым еду, я, ну, как бы буду максимально придерживаться рекомендаций. Вот, если врач начнет меня уговаривать, то, что нужно отказаться от айкоса, молока, еще какой-нибудь шляпы, я начну втирать свою дичь. То, что я ничего не знаю. Раньше, типа, я не курила айкоса, но у меня были эти же прыщи. Ну, ладно, посмотрим. Но больше всего я поржу, если она скажет, а, так у вас, типа, вообще, вот таблетку выпейте, типа, ну, как бы месяц пейте вот этот курс каких-то таблеток, пейте три стакана воды в день, все пройдет, реально все пройдет, прикиньте, на всю жизнь. Я поржу. Ну, мне кажется, что вряд ли. Я думаю, мне нужно сдать кучу анализов, вылечить какой-нибудь желудок, еще какая-нибудь тема. Но, блин, я не прочь, даже если это займет полгода, год, я не прочь побороться за идеальную кожу. Я очень мечтаю об этом. Так мало для счастья нужно. Я даже не знаю, о чем я сейчас, как бы, в своей жизни больше мечтаю. О коже без прыщей или о ремонте. Блин, ремонт хочу. Субтитры сделал DimaTorzok Короче, ребят, я просто в лютом шоке, потому что я еду уже час. Короче, суть даже не в том, что я еду уже час, а суть в том, что я в шоке с того, в каких пробках я постояла, потому что я уже как бы опаздываю. Ну, это просто кошмар. Причем навигатор мне изначально показывал ехать. Господи, вы это видели? Мужик просто переходит дорогу там, где не положено. Где едут машины, понимаете? И это я просто к чему про этого мужика? Знаете, я вам, по-моему, уже, ну, сто процентов рассказывала в одном из своих влогов, что у меня есть, ну, как бы, страхи, фобии, да, так называемые. И одна из них, это как бы сбить человека. И это очень страшно. Если говорить о недавних событиях, я понимаю, что, ну, наверное, блин, каждый день люди умирают, и каждый день, ну, там, кто-то попадает в аварии. Впереди камеру на отметку. Пого-то сбивают, еще что-то, ну, не дай бог, конечно, но я как бы понимаю, что жизнь такая. Есть аварии, есть смерти, о которых не рассказывают в интернетах. Мне кажется, ну, понятное дело, что это большая часть. А то, что попадает в интернет, это как бы те случаи, где участвуют какие-то известные люди, какие-то там блогеры, не блогеры, неважно, актеры. Я даже не знаю, чем там вообще закончилась история с Викой Коротковой. Но когда это произошло, первая мысль, о чем я подумала, конечно, я не знаю, что там за ситуация была, что за человек был, да, которого не стало. Но первое, о чем я подумала, бедная Вика. Я просто к тому, что вот у меня страх реально всегда именно того, что просто какой-то человек возьмет, выбежит на дорогу там, где ему не положено быть. Я понимаю, что нужно быть внимательным на дороге. Я понимаю, что нужно, ну, соблюдать скоростной режим и все в этом духе. Но никто не застрахован от людей, которым просто надоело жить. Я понимаю, что это звучит жестко, но таких очень много. Я таких на дороге постоянно вижу, у меня постоянно страх, потому что некоторые люди стоят, ну, просто на таком краю. Ну, отойди ты подальше от дороги. Я просто всегда волнуюсь, потому что я не знаю, что ему в голову взбредет. Может, у него сегодня день плохой. Он возьмет меня сейчас под колеса, бросится, а мне жить потом с тем, что я сбила тут-тут-тут человека. Хотела сказать, представляете, я все еще еду, а потом вспомнила, блин, вы же все это время, вы же все это секунды, это я еду уже дофига. Короче, я просто в шоке, вы представляете? Я планировала, думала, ну, ладно, выйду еще пораньше. Ну, как бы я и так вышла заранее. Ну, думаю, возьму еще где-то полчаса, чтобы заехать в Макдональдс, перекусить. У меня дома есть что перекусить, такого типа завтрак, но я подумала, а-а-а, что дома заморачиваться, уж поеду, по дороге как раз пожую. И в итоге, представляете, все это время, которое я закладывала на дорогу, и на то, чтобы заехать, возможно, покушать, и где-то в пробке постоять, я все еще еду. Через 5 минут, типа, мне навигатор говорит, что я приеду. А приеду я в 16.41. Я уже написала в клинику, что, типа, я опаздываю. Это такая дичь. Я понимаю, что я живу в Москве, и, типа, странно то, что я таким вещам удивляюсь, но просто вот реально ты никогда не знаешь, вот как ты приедешь. Ну, понятное дело, не хочется приехать, сильно заранее выйти и час сидеть в машине ждать. Но мне кажется, что вот это как бы единственный способ, ну, реально никуда не опаздывать. Выезжать за, там, не 2 часа, хотя навигатор говорит час ехать, а за 3 часа. В общем, ладно, пока я стою в пробке, я болтаю, но как только я сейчас поеду и начну искать заезды во двор и все такое, у меня уже не будет времени с вами болтать и что-то рассказывать, поэтому я сейчас вам говорю, все, я пошла, и как я вернусь, расскажу, что было вообще, понравилось, мне не понравилось, что мне сказали. Интересно вообще, какая я буду довольна или нет. Ну, типа, может, я такая, типа, ребята, я верю, все получится, мне такое рассказали. Или я буду такая, ну, в общем, как обычно просто, как обычно, никто мне не поможет. Так что все, я пошла. Здорово, ребята! Вот вы уже видите, что я без макияжа, все мои болячки наружу, брови, растопырку все. Короче, это шок, это просто шок. Я не знаю, какие дать эмоции, потому что, скорее всего, мне придется принимать препарат, которого я безумно боялась, хотя, честно говоря, не знаю даже именно почему. Короче, я пришла. Во-первых, я ужасно голодная, сейчас 5.40. Я еще ничего не ела сегодня. Самое главное, с чего мне хотелось бы начать. Во-первых, после того, как я рассказала всю свою историю прыщей, врачу, она мне сразу сказала, что, короче, она мне дала бумажку, на которой просто миллиарды анализов на все. Анализы этого, кровь этого, мочу еще. Ну, короче, там, мне кажется, все. УЗИ надо будет сделать, желудков там. Ну, короче, очень много всего, просто кошмар. Ну, это хорошо, знаете, в первый раз врач реально взял и сказал, слушай, надо анализы сдать. Потому что я ей рассказала, что я уже сколько не ходила к врачам, мне постоянно прописывают мази. Постоянные мази. Ну, как бы мне не помогают. У меня все равно все то же самое. Потом она сказала, ну, давайте, ложитесь на кущеточку. Я легла, она смыла мне весь макияж. Даже брови зачем-то смыла, ну, ладно. Ну, нет, они у меня не накрашены были, просто она мне все, короче, решила помнить. Даже там, где у меня нет прыщей, я-то думала, она мне так чисто подбородок, лоб. Ну, так чисто, знаете, чтобы я еще видос сегодня снимала дальше. Ну, ладно, пофиг, если что, накрашусь заново. Она посмотрела мою кожу и сказала, что у меня очень плотная кожа. У меня всегда именно закрытые вот эти вот комедоны, типа подкожники, мерзкие, уроды. Сколько я себя помню. Она мне сказала, что у тебя очень плотная кожа и просто вот это сало или что там, оно типа не выходит из меня. Оно не выходит из моей кожи, им деваться некуда, поэтому там образовываются вот эти подкожные друзья. А когда я начинаю их давить или что-то с ними делать, она говорит, скорее всего, ты их не додавливаешь или еще что-то. Ну, или просто, типа, остаются пятна, потому что у меня очень близко сосуды к коже расположены. Короче, типа, короче говоря, странно, но у меня получается тонкая кожа, но очень плотная. Не знаю. Вот, и она мне сказала то, что вообще перевернула весь мой мир. Потому что, скорее всего, я буду принимать этот Руакутан. Она говорит, типа, какой смысл мне прописывать тебе антибиотики? Ну, я ей рассказывала, что были времена, когда там антибиотики, я там болела, еще что-то. Ну, типа, антибиотики пила, у меня прыщей не было, потому что антибиотики, типа, все это как бы убрали. Но потом они возвращались, понятное дело, прыщи, как только антибиотики заканчивали свое там действие. Впереди камера на полосу. Вот, она сказала, что, типа, нет смысла мне, там, антибиотики назначать, еще какую-то фигню, потому что все равно они вернутся, эти прыщи. И она сказала, прикиньте, я в шоке, я просто в шоке. Я столько видосов в интернете смотрела про этот Руакутан, про акне-кутан. Не знаю, в чем там разница. И для меня это был такой большой страх, у людей там кожа сохнет, там где-то написано летальный исход. Я вообще такая ужас. И я всегда была уверена, что Руакутан, вот эти таблетки, это, типа, настолько последнее. Это вообще ничего не помогает, ну, просто капец, капсдец. Я бы даже так сказала, вообще ничего не поможет. Мне казалось, что тогда прописывают Руакутан этот, Руакутан. Она мне что сказала? На второй и третий день месячных мне нужно пойти сдать кровь и... Ну, кровь, короче, надо сдать. Все остальное на там пятый какой-то еще, шестой, седьмой день УЗИ и всякую такую тему на другие дни, короче, надо будет сдать анализы вот эти. Прикол в том, что у меня вот только вчера закончились месячные, скотина такая. Вот, поэтому мне придется ждать еще, там, ну, три недели или сколько, типа месяц до следующих дел моих и тогда идти сдавать анализы. Короче, я предполагаю, что я потрачу очень много денег на все это веселье, потому что там еще будут всякие процедуры. Короче, рассказываю. Получается, я сдаю все анализы, потом записываюсь, значит, в один день, когда я к ним туда приеду, к какому-то врачу. Ну, она мне там записала, кому мне надо будет записаться и к ней в этот же день. В этот же день мне делают чистку лица. Она сказала, что, типа, даже нет смысла, если просто она будет мне делать пилинги и чистки, мне это не поможет. Потому что, ну, как бы она мне почистит, да, но потом все равно все появится. Это правда, ну, как бы она это сказала мне сама, но она сказала, что когда я начну пить рокутан, он вот эти вот сальные, короче, останавливает вот эти вот сальные штуки. И поэтому, типа, у меня, ну, будет кожа сушиться, все в этом духе, у меня голова будет чистая месяцами, наверное, я не знаю. Ну, я тогда сказала, что, типа, заметишь, что тебе надо будет мыть голову не каждый день, но я, как бы, ее и так не каждый день мою через день, а, типа, раз в три дня, в четыре дня. Я это все видела в интернете, я же смотрела всякие видосы, там, типа, моя история прыщей, ну, типа, я же фанат вообще, как вылечить прыщи. Все это уже смотрела, и я знаю, то, что реально все сохнет, сушится. И я ей говорю, блин, я так боюсь, что все будет сохнуть. Я не хочу сухую кожу, я хочу, чтобы мои губы трескались. Она говорит, блин, тебя это больше всего пугает, там, на три страницы всяких побочек, а тебя пугает кожа. Впереди камера на полосу. Ну, и, короче говоря... А, так вот, мне нужно будет сделать чистку, чтобы у меня не осталось никаких прыщей, когда я начну, ну, как бы, закрытых всяких болячек, чтобы их было по минимуму, когда я начну пить этот роакутан. Потому что, она сказала, когда начинаешь его пить, вот этот сальный приток что-то там останавливается, или что-то там, короче, все начинает из тебя выходить. В общем, я не знаю, как правильно объяснить, но, типа, суть в том, что если мне не почистить кожу, оно у меня само будет, типа, выходить, но тогда это будут огромные болячки. Бл***ь, я так боюсь, бл***ь. Ну, вот, типа, сейчас я смотрю на себя, я хотя бы могу это замазать, да, все равно, вот, стой, да, мерзость, нет, я все равно, я пойду, ну, типа, я пройду этот путь, я готова. Просто мне так страшно, я так не хочу какой-то жизни. Поэтому, типа, если не сделать чистку, то вероятность того, что у меня само все будет воспаляться и будет еще хуже, и дольше проходить, она, типа, очень большая. Поэтому мы, типа, сделаем у меня чистку. Она сказала, что у меня такая плотная кожа, что у меня даже самый жесткий пилинг, если сделать, мне вообще будет пофиг. Не знаю, может быть, но у меня реально, у меня очень плотная кожа, мне кажется. Короче, я так полагаю, что у людей, у которых закрытые комедоны, у них очень плотная кожа. Какого-то черта у меня садится камера. Ладно, доеду до дома и дальше вам там все дорасскажу, потому что я забыла взять аккумулятор дополнительный. А ехать мне 40 минут, а еще ничего не ела. Ну, напоследок все-таки скажу, если успею. Самое ужасное, что меня больше всего огорчило, хоть я не знаю, какого черта я так сильно из-за этого огорчаюсь, она сказала, что как только, во-первых, год мне придется пить этот Роакутан, год лечения, и когда я выпью последнюю таблетку Роакутана, еще 4 месяца мне нельзя, типа, беременеть. Я не к тому, что я собиралась, да, и не к тому, что я как бы уже завтра там рожать пойду или планировать, нет. Ну, просто меня это так расстроило, типа, то, что, типа, блин, это значит, что, ну, реально, ну, ладно, я радуюсь то, что мне 22, и как бы только через несколько месяцев мне будет 23, и значит, что к 24,5 у меня есть шансы как бы зачать ребенка. Короче, шок. Я не знаю, зачем я так тороплюсь опять родить ребенка, но меня это так расстроило. Она говорит, это очень важно, нельзя ни в коем случае. Ладно, хорошо, поговорила. Так что вот такие вот дела. Сдам анализы и посмотрим. Честно сказать, я очень сильно надеюсь, что есть какое-то другое средство, не Роакутан, потому что Карине рассказала, она едет сейчас к Кате со своей помощницей, и ее вот помощница Катя сказала, что кому-то там прописывали Роакутан, и типа, в этот момент нельзя пить алкоголь. Я думаю, кошмар, год без вина. Да что такое? Год! Ну, блин, как будто я, блин, ребенка вынашивать буду. Не, если выбирать, типа, вино или кожа идеальная, то, наверное, я выберу кожу идеальную. Ну, блин, о, черта. Надо почитать в интернете. В общем, сейчас это сделаю. Роакутан. Карина думает, что мне надо будет пить его где-то 2-3 месяца. Офигенно. Я ей написала, что год. Она мне ничего не ответила, мы вообще как-то мало общаемся в последние дни, она как-то сильно занята, что даже нет времени написать своей подружке. Еще же дозировка должна быть какая-то определенная. Че нельзя? Вот мне надо найти, че нельзя. Тяжелая форма акне, узелково-кистозная, конглоботная акне, с риском образования рубцов, акне, не поддающиеся другим видам терапии. Это чисто я. Побочные действия. Большинство побочных действий Роакутан зависит от дозы. Как правило, при назначении рекомендационных доз и отношении пользы риска учитывается тяжесть заболевания. Приемлемо для больного. Обычно побочные действия носят обратимый характер после коррекции дозы или отмены препарата, но некоторые могут сохраняться после прекращения лечения. Со стороны пищеварительной системы, тошнота, диарея, воспалительные заболевания кишечника, колит и леет, колит и леет, кровотечение, панкреатит. Это я читаю побочные действия. Че нельзя так? Противопоказания к применению. Беременность, период грудного ускорбления, детский возраст до 12 лет, повышенная чувствительность к препарату или его компоненту. Ну, типа, не так уж и много. Беременность. Абсолютное противопоказание для терапии рокутаном. Если беременность возникает, несмотря на предостережение, во время лечения или в течение месяца после окончания терапии существует очень большая опасность рождения ребенка с тяжелыми пороками развития. Что значит женщинам детородного возраста? Рокутан противопоказан женщинам детородного возраста. Что это значит? Что это значит? Не понимаю. Что это значит? У меня детородный возраст? У меня же детородный возраст. Почему нигде не написано, что вино нельзя? Это просто дичь какая-то. Противопоказание к применению. Вот это вот все, печеночная недостаточность, с осторожностью, депрессия в анамнезе, сахарный диабет, ожирение, нарушение липидного обмена, алкоголизм. А вдруг у меня алкоголизм? В общем, я запуталась. Я запуталась, но... Я не знаю, меня так пугает. Какого хрена? Знаете, я бы уже хотела родить и все, и уже и ракутаны пить, и курить, и бухать. Ну какого черта? Меня все это так бесит. Я теперь ничего не понимаю. Можно ли алкоголь при ракутане? Ракутан и алкоголь. Последствия. Что значит нивелирует? А-а-а. Если я буду пить этот ракутан и при этом бухать, то можно не пить ракутан. Я это поняла так. Год. Год, это же так много. Не, ну кажется, что много, но все равно... Охрен, это что? Где год быть трезвой? Короче, ребят, все, о чем я вас попрошу. Кто принимает ракутан, кто принимал, кто лечился, пожалуйста, у кого есть результаты, какие? Умоляю. Чего ждать вообще? Как, чё? Как жить? Понятно, что мне все объяснят, но мне не терпится узнать это как можно скорее. Поэтому, пожалуйста, расскажите свою историю. Помогло вам? Нет. Если вам не сложно, то скиньте мне в директ в инстаграм какие-то фотки до и после. Буду вам очень благодарна. Расскажите, сколько месяцев вы его пили или пьете. Ну, короче, вот максимальной информации, какой сможете поделиться, по-братски поделитесь. Обещаю, что все, что вы скинете мне в директ, какие-то фотки, я это никуда выставлять не буду и не собираюсь. Просто мне для самой себя очень это будет полезно посмотреть, интересно. Ну, и может, какое-то волнение успокоить. В общем, ладно, я пойду в душ, мыть голову, переживать. Завтра, кстати, к нам придут убираться клининговая компания. Ура! Я вообще перестала убираться дома, я так кайфую. Ну, надоело. Не хочется. Не хочется. Вот и все. Так что вот, всех люблю, целую, обнимаю. Будьте счастливы, здоровы. Спасибо, что смотрели этот влог. И всем пока!